здравствуйте подписчики и гости канала этим видео начинаю серию видео лекций посвященных оборудованию для сушки пищевых продуктов сушка является одним из часто используемых методов обработки пищевого сырья и полуфабрикатов цель сушки удалить избыточную влагу из продукта как известно если продукт влажный то в нем начинают расти потогенные микроорганизмы продукт заражается ими что приводит к негодности сам продукт о том какие типы влаги бывают в продукте я лишь упомянул некоторые из них это поверхностно связанная влага свободная влага физически химически связанная влага астматически связанная влага капиллярно связанная влага в этих и других типах влаги более подробно вы можете прочитать в учебниках по процессам и аппаратам пищевых производств в наших видео я не буду на этом подробно останавливаться конкретно это видео посвящено классификации сушильных установок и классификации способов сушки одними из часто используемых способов сушки являются это физический способ сушки например на центрифугах и тепловой способ сушки тепловой способ сушки одновременно сочетает в себя процессы диффузии и процессы тепловые более подробно процессы сушки мы рассматривать будем лишь вскользь в том случае если это будет крайне необходимо для объяснения того как работает сушильное оборудование но не более того возможно очень коротко затронем работу с диаграммой рамзина или возможно вы знаете ее под именем и д диаграмма но если это и будет то это будет лишь поверхностное знакомство сейчас в этом видео вы увидите рассказ о классификации сушек и сушильных установок классификации способов сушки подвода тепла того как тепло передается от сушильного агента к продукту и так далее смотрите об этом в этом видео далее сушильные установки классифицируются по ряду признаков первое по способу подвода тепла к влажному материалу конвективные кондуктивные или контактные радиационные при помощи инфракрасных лучей при помощи токов высокой частоты и сверх высокой частоты второе по давлению воздуха в сушильной камере атмосферные вакуумные и сублимационные третье по характеру работы аппараты периодического и непрерывного действия четвертое по виду сушильного агента аппараты использующие нагретый воздух дымовые газы смесь воздуха с дымовыми газами или перегретый пар пятое по циркуляции сушильного агента установки с естественной циркуляции и из принудительной циркуляции при помощи центробежных и осевых вентиляторов шестое по характеру движения сушильного агента относительно материала прямоточные при одинаковом направлении движения сушильного агента и материала противоточные при противоположном направлении движения материала и сушильного агента с пронизыванием слоя материала потоком сушильного агента 7. По способу нагрева сушильного агента. Сушильные установки с паровыми или огневыми колориферами. 8. По кратности использования сушильного агента с однократным и многократным применением нагретого воздуха в различных вариантах. 9. По виду объекта сушки. Для твердых, крупных, мелких, полевидных, жидких и пастообразных материалов. 10. По конструктивным признакам. Тоннельные, камерные, шахтные, коридорные, барабанные, вальцевые и другие. Способы сушки. Методы сушки различаются способами подвода теплоты. 10. В сушильной технике применяются конвективный, кондуктивный, либо контактный, термоизлучением при помощи инфракрасных лучей и токами высокой и сверхвысокой частоты. 11. Конвективный способ сушки материалов. Этот способ сушки получил широкое распространение. 12. Сушильный агент, нагретый воздух, перегретый пар, либо смесь топочных газов выполняют функции теплоносителя и влагопоглотителя. 13. Простота, возможность регулирования температуры материала – преимущество этого метода. 14. Но при этом способе градиент температуры ΔТ направлен в сторону противоположную градиенту влагосодержания ΔУ, что тормозит удаление влаги из материала. 15. Другим недостатком конвективного способа сушки являются относительно небольшие величины коэффициента теплоотдачи от сушильного агента к поверхности материала – от 11,6 до 23,2 Вт, делённое на метр квадрат кельвин. 16. Возможности интенсификации конвективной сушки связаны с увеличением тепломассообмена между материалом и сушильным агентом путём повышения скорости и температуры сушильного агента, либо уменьшения размера частиц. 17. Сушка материалов в неподвижном слое – в камерных, ленточных, конвейерных, тоннельных и шахтных сушилках. 18. Процесс осуществляется в неподвижном слое. 19. Тоннельные сушильные установки используют для сушки плодов. 20. Для их установки характерна простота конструкции, надёжность в работе. 20. Основной недостаток тоннельных сушильных установок – параллельное движение воздуха и материала, что значительно уменьшает контакт и теплообмен между ними. 21. Обслуживание тоннельных сушилок требует больших затрат – ручного труда на загрузку и выгрузку материала на сито и тележки. 22. Шахтные сушильные установки с опрокидывающимися полками обеспечивают непрерывность процесса сушки. 23. Однако продолжительность сушки пищевых материалов в этих аппаратах в 2-3 раза выше, чем в ленточных конвейерных сушильных установках. 24. Наиболее совершенные из них – ленточные конвейерные сушильные установки, обеспечивающие непрерывность процесса сушки. 25. Однако они также имеют существенные недостатки. 26. Ограниченная скорость и неравномерное распределение воздуха приводят к неравномерному распределению тепла и влаги, к возможным местным перегревам материала. 27. Сушка во взвешенном слое. 28. Интенсификация сушки пищевых материалов во взвешенном слое объясняется гидродинамикой процесса. 29. Сушка во взвешенном слое осуществляется в аппаратах кипящего, псевдоожиженного и фонтанирующего слоя. 30. Кипящий слой образуется в камере постоянного сечения, фонтанирующий в каналах переменного сечения с постепенным расширением по ходу движения сушильного агента. 31. Взвешенный слой характеризуется непрерывным хаотическим движением и перемешиванием частиц в определенном объеме по высоте. 32. Высоко развитой поверхностью соприкосновения материала с нагретым воздухом, так как при этом в способе сушки каждая частица равномерно омывается потоком нагретого воздуха со всех сторон. 33. Это приводит к равномерному нагреву материала и срыву пограничного слоя испаряющейся влаги, что позволяет применять повышенные температуры нагретого воздуха до 110-180 градусов Цельсия в зависимости от вида материала. 34. В результате значительно сокращается продолжительность сушки, уменьшается воздействие теплоты на продукт, увеличивается удельная нагрузка материала, лучше сохраняются свойства продукта, чем при низкотемпературной сушке в неподвижном слое. 35. Начальная фаза кипящего слоя не обеспечивает движения и полного перемешивания всех частиц, поэтому сушку проводят в развитой стадии кипящего слоя, при котором высота слоя движущихся частиц вдвое превышает начальную высоту неподвижного материала. 35. Режимы фонтанирующего слоя характеризуются начальной фазой фонтанирования при скорости воздуха ВНФ и устойчивым фонтанированием ВУФ. Скорость воздуха для камер с углом конусности 45 градусов, соответствующие условиям начального и устойчивого фонтанирования, можно рассчитать по уравнениям, приведенным на слайде. 36. Сушка в виброкипящем слое. Виброкипящий слой образуется либо под воздействием только вибрационных колебаний, либо при совместном воздействии вибрационных колебаний и скорости воздуха. 37. В первом случае теплоподвод осуществляется инфракрасными лучами, либо контактным способом. Второй случай относится к конвективному методу сушки. 38. Рекомендуемые параметры вибрации. Частота от 40 до 60 Гц. Амплитуда от 2 до 10 мм. 39. Сушильные установки виброкипящего слоя компактны, обеспечивают хорошее перемещение, турболизацию пограничного слоя и транспортировку материала. 39. В этих установках отсутствует унос материала. Длительность пребывания материала в сушильной установке регулируют, изменяя высоту порога в конце желоба. 40. Пневматическая сушка. Используется при обезвоживании мелкодисперсных материалов, при удалении главным образом поверхностной влаги. 40. Скорость движения воздуха в аппаратах приблизительно вдвое больше скорости витания частиц. 41. Пневматические трубы сушилки прямоточные, что позволяет применять высокие температуры сушильного агента. 41. В пневматических трубах сушилках сушка продолжается несколько секунд. 42. В них больше 50% всей влаги удаляется в начале процесса на разгонном участке длиной от 1 до 1,5 метров. 42. Эффект пневматической сушилки достигается рециркуляцией, ретуром подсушенного материала и смешиванием его с влажным материалом. 43. Применяют сушилки различных конструкций для увеличения количества испаренной влаги при небольшой высоте аппарата, типа труба в трубе. 44. Серпантин спирального типа. 45. К разновидностям пневматических сушильных установок относятся вихревые сушильные аппараты с тангенциальным вводом влажного материала. 45. В аппарате образуется вращающееся циркулирующее кольцо толщиной от 100 до 150 мм. 46. В зависимости от размера частиц пребывание их в камере длится от 2 до 3 минут. 47. Спиральные пневматические сушильные аппараты изготовлены в виде плоской бифилярной спирали в вертикальной плоскости. 48. Влажный материал с нагретым газом в сушильной камере проходит от входного патрубка к центру камеры и от центра к периферии и к выходному патрубку. 48. Распылительная сушка. 48. Получила распространение при производстве сухого молока и молочных продуктов. 49. Сухих молочных смесей детского питания, сухой крови, быстро растворимого кофе является перспективной при производстве овощных и фруктово-ягодных порошков. 49. Этот метод позволяет значительно интенсифицировать процесс за счет максимального уменьшения размера частиц. 50. В этих установках создается огромная поверхность испарения мелкодиспергированных капель раствора, поэтому используют повышенные температуры сушильного агента до 200 градусов Цельсия при сушке термолобильных пищевых материалов. 50. На процесс испарения затрачивается большое количество теплоты. 51. И температура материала регулируется по температуре уходящего воздуха, которая достигает от 70 до 80 градусов Цельсия. 52. Невысокая температура материала и быстрая сушка, несколько секунд, позволяют получить сухой порошок практически с полным сохранением питательных и биологически активных веществ. 53. В качестве воздухоподогревателей применяют паровые колориферы различной конструкции. 54. Пластинчатые, ребристые, из стальных труб с приваренными прямоугольными пластинками, шайбовые, с приваренными к трубам шайбами или с навитой на трубах металлической лентой. 54. В колориферы пар подают под давлением от 0,8 до 1,6 мегапаскаль. 54. Нагретый в подогревателях до 160-200 градусов Цельсия, воздух поступает в сушильную камеру. 55. Чаще всего она имеет форму цилиндра с плоским или коническим основанием, реже прямоугольника с двускатным дном. 55. На металлическом из профильной стали или железобетонном каркасе закреплены двойные стенки. 56. Внутренняя из листовой нержавеющей стали или метлахской плитки. 57. Наружная из листовой стали. 58. Возможны верхняя и нижняя прямоточные подачи воздуха и раствора. 59. При нижней подаче скорость воздуха в камере должна быть выше скорости витания наиболее крупных частиц материала. 59. Кондуктивный способ сушки материалов. 59. Основывается на передаче тепла материалу при соприкосновении с горячей поверхностью. 60. Воздух служит только для удаления водяного пара из сушилки, являясь влагопоглотителем. 60. Коэффициент теплоотдачи при этом способе значительно выше, чем при конвективной сушке. 61. И составляет от 170 до 180 Вт, деленное на метр в квадрате Кельвин. 62. Контактная сушка пищевых материалов имеет ограниченное применение. 63. На кондуктивном способе сушки основаны вальцовые сушильные установки. 63. Он отличается высокой интенсивностью и экономичностью. 64. На 1 кг испаренной влаги затрачивается всего 1,3-1,4 кг пара. 64. Сушка инфракрасными лучами. 64. Скорость сушки инфракрасными лучами ИКЛ увеличивается по сравнению с конвективной, 65. Но не пропорционально росту теплового потока. 65. Так, для плодов и овощей скорость сушки инфракрасными лучами на 25-95% выше по сравнению с интенсифицированными методами конвективной сушки. 65. Это можно объяснить тем, что скорость сушки зависит не столько от скорости передачи тепла, сколько от скорости перемещения влаги внутри материала. 66. Для сохранения высушиваемого продукта не рекомендуется применять мощные потоки термоизлучения. 67. По характеру излучателей ИКЛ различают терморадиационные сушилки с электрическим и газовым обогревом. 68. Сушилки с электрическим обогревом компактны, просты в обращении и эксплуатации, без инерционны. 69. Однако высокий расход электроэнергии и неравномерность сушки ограничивают их применение. 69. Терморадиационные сушилки с газовыми панельными излучателями более экономичны и обеспечивают более равномерную сушку, чем сушилки с электрообогревом. 69. Сушка токами высокой и сверхвысокой частоты Основано на том, что диэлектрические свойства воды и сухих веществ пищевых продуктов различаются. 70. Влажный материал значительно быстрее нагревается, чем сухой. 70. В процессе сушки с применением токов высокой и сверхвысокой частоты температура более влажных внутренних слоев выше, чем наружных, более обезвоженных. 70. При сушке органический материал помещают между обкладками конденсатора, к которым подается ток высокой или сверхвысокой частоты. 70. Обкладки имеют противоположные заряды, причем эти заряды меняются. 71. Электроны и ионы изменяют направление движения. В результате возникает трение с выделением теплоты. 72. Преимущество сушки токами высокой и сверхвысокой частоты по сравнению с конвективной и контактной сушкой – возможность регулирования и поддержания определенной температуры материала. 73. И значительная интенсификация процесса обезвоживания, улучшение качества сушеных продуктов. 74. Недостатками сушки токами высокой частоты являются большие энергозатраты от 2,5 до 5 кВтч на 1 кг испаренной влаги. 75. Сублимационная сушка. Сублимационная сушка – это сушка пищевых продуктов в замороженном состоянии в условиях глубокого вакуума. При такой сушке отсутствует контакт материала с кислородом воздуха. Основное количество влаги от 75 до 90% удаляется при сублимации льда при температуре продукта ниже 0 градусов Цельсия. И только удаление остаточной влаги происходит при нагреве материала до 40-60 градусов Цельсия. Продукты сублимационной сушки отличаются высоким качеством, сохраняют питательные вещества, обладают повышенной восстанавливающей способностью, имеют незначительную усадку, сохраняют цвет, имеют пористое строение. С точки зрения сохранения качества, сублимационная сушка является наиболее совершенной из всех способов сушки. В качестве теплоносителей при сублимационной сушке продуктов применяют глицерин, трихлоретан, этиленгликоль и другие. Спасибо за внимание. В этом видео мы начали рассматривать сушильное оборудование и более конкретно познакомились с классификацией сушильных установок и способов подвода тепла. Спасибо за внимание. Смотрите следующее видео, посвященное уже сушильному оборудованию, применяемому в пищевой промышленности. До новых встреч.